Добрый вечер, Баил Беларев. Сегодня отсутствовал Тикнезиан. Насколько сказалось на вашей игре его отсутствие? Потому что он очень хорошо выглядит вместе с Пиняевым, когда они играют. Он отсутствует уже после... Перед паузой на сборной получил повреждения. Неидно сборной, восстанавливается. Поэтому и безусловно, что отсутствие ключевого игрока, и их было сегодня несколько, оно влияет на структуру игры команды. Спасибо. Еще вопросы? А вот, Весар, можно? Еще про Дзюнка мне хотелось спросить. Все-таки он сейчас, понятное дело, что не фокалист, именно Сталин, тогда он очень у него проблемы есть большие. Читал о том, что если Артем не совершит 12, по-моему, голевых действий, то с ним контракт не будет предзаключен. Как вы к этому относитесь? Успеет ли он эти 12 голевых действий совершить? Точнее, результативных там либо вас, либо... Откуда у вас информация о детали контракта? Прошу вопросы, проверьте, пожалуйста, про контракт. Я не имею права комментировать, потому что я сам их не знаю, у кого что прописано и кто что должен сделать. Что касается Артема, он восстанавливается тоже после повреждения и готовится помочь команде. Спасибо. Поехали, пожалуйста, коллеги. Алексей Кузлов, Ройский, рабочий. Последние 10 минут первого тая, в августе 6, у вас захватили инициативу, что мешало играть так? Бывает это... Я думаю, что мы не вошли в игру, потому что, еще раз говорю, что команда провела очень энергозатратный матч после Краснодара, и мы попытались выпустить свежих игроков, но вот этот быстрый мяч, который мы пропустили, ошеломил немножко команду. Но опять мы инициативу взяли, но реализации нам немножко не хватило, поэтому и, наверное, не получилось того хорошего отрезка во втором тайме. Да, то есть стартовые, наверное, минуты, они были неплохие, но концовка матча нам не удалась, к сожалению. Я сказал, что по-вашему, есть ли какие-то слабые места в игре плотно-мотива, по-вашему, с чем, что у команды возможно не получается, с чем вы хотите справиться? Ну, я вам так скажу, если мы за последние пять матчей совокупности набираем два очка, значит, конечно, они есть. Значит, что-то идет не так, и мы, безусловно, не на это рассчитывали. И та задача, которая стояла, мы ее не решили. Поэтому, безусловно, это ответственность тренера. По приезду сейчас будем разговаривать, и буду инициировать встречу с руководством, как жить дальше. Сегодня снова локомотив пропустил на стандарте. Этот момент, потому что в очередной раз что-то произошло, то, что со стандартом локомотива не пропускали, это является проблемой сейчас? Ну, если мы опять пропускаем, значит, мы ее пока на и нам ее не удается решить. И, к сожалению, если мы всегда славились тем, что практически очень мало пропускали стандартов, то сейчас это превращается в некую тенденцию, которая нас не устраивает. Это мягко сказано. Спасибо, коллеги. Все вопросы. Саша. Александр Рублев, пожалуйста. Добрый вечер. Александр Рублев, МачТВ. Первый вопрос хотел по эпизоду «Спеняем». И финансы были ли там или нет на Ваше усмотрение? И что с Сергеем? Ну, сложно сказать именно о решении, которое принял арбитр. Вот то, что вы видели сами, да, что фактически, ну, вратарь там первый, может быть, сбил Пеняева, на наш взгляд, да, но это опять такой очень дискуссионный момент, надо смотреть. Ну, вы видели у него какое опухшее лицо после этого столкновения, да, поэтому. А интерпретации этого эпизода, ну, опять надо еще более в динамике посмотреть, может быть, сначала вратарь первый сыграл в мяч, а потом уже после этого столкнулся с Сергеем, да, то есть, ну, здесь еще, мне сложно комментировать, что это было какое-то стопроцентное нарушение, не могу сказать, однозначно. Александр Штардун, комиссант Урал, у «Локомотива Урала» в этом сезоне обширная история встречи в Кубке России, в чемпионате было два матча. Сложнее ли было в связи с этим готовиться к данной встрече или наоборот проще? Ну, сложнее было в первую очередь то, что я уже сказал на предматчевом интервью, что флеш-интервью, что игра через два на третий, да, что мы играли в воскресенье, сейчас уже среда, как бы, да, и ранний матч, и очень был энергозатратный матч с Краснодаром. Вот это, наверное, в первую очередь создало некую там при подготовке к игре. Что касается разбора Урала, ну, мы прекрасно понимали стилистику, во что команда будет играть, готовились к определенной группе игроков, но тоже у Урала были определенные изменения в составе, поэтому нет ничего Каково все-таки проиграть Уралу впервые в сезоне, потому что, ну, не в кубке, в кубке было несколько ничьих, две победы в чемпионате и тут вот. Ну, что значит, каково, это решающий матч, мы его уступили и, соответственно, не выполнили задачу, это надо признавать и дальше уже от этого делать выводы. Валерий Курасович, хотел по молодым спросить, да, попал старт в состав Батраков, ушел. Батраков, игрок середины поля, он играл в паре с Карпукасом, после того, как мы перестроились на одного опорного двойнсайда, там Леша стал играть нижнего игрока, а Раков вышел флангово-атакующего, но мы просили его там больше заходить в середину, освобождать зону для Самошникова, чтобы он за счет своей скорости больше использовал правый фланг, но там определенных там дивидендов этого не принесло, к сожалению.